Итак, Анохина Екатерина Михайловна расскажет нам о случае лечения пациента ингибиторами контрольных точек, пациента с диссиминированной меланомой кожи. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Позвольте представить вам данный клинический случай. Пациент 71 года. В 1994 году отметил изменение качественного небуса на передней брюшной стенке, гиперемию. Было выполнено иссечение данного образования и верифицировано как меланома кожи ПТ2Б0М0. Далее пациент в течение 17 лет периодически наблюдался, ничего его не беспокоило, никаких жалоб не было. И летом 2011 года он отметил появление небольшого образования в мягких тканях правого бедра, было выполнено удаление, верифицировано как метастаз беспигментный меланом правого бедра. Буквально через месяц отмечено появление метастазов в паховых лимфатических узлах справа, также было выполнено оперативное лечение. Далее в течение двух лет пациент наблюдался. Осенью 2013 года при контрольном обследовании было выявлено прогрессирование появления метастаза в левом надпочечнике. Пациенту была начата химиотерапия декорбозином, проведено четыре цикла. Эффект терапии расценился как стабилизация после двух циклов. После четырех циклов было выполнено контрольное обследование и выявлено прогрессирование метастаза в левом лёгком. Увеличение образования в надпочечнике, метастазы в брюшине, в забрюшенном пространстве, в мягких тканях, в правых лимфатических узлах было отмечено повышение уровня лактадегидрогеназы. Была выявлена мутация БРАФ В600Е, но ввиду невозможности пациента приобретать самостоятельно препарат, обеспечение ему не предоставлялось по месту жительства. В тот момент в нашем арсенале была программа расширенного доступа к препарату Ипилимума, и пациент был включён в неё, было приведено 4 введения, эффект частичный регресс, спектр токсичности был приемлемым, пациента отмечалась диарея в второй степени, проводилась терапия при днизолоновом дозе 1 мг на 1 кг ввиду клинических проявлений. Осложнение было купировано успешно. Эффект сохранялся более 6-7 месяцев летом 2015 года при контрольном обследовании, прогрессирование процесса, появление новых очагов в лёгких, в селезёнке, в головном мозге, увеличение аниорганных метастазов брюшной полости. Клинических проявлений метастазического поражения головного мозга не отмечалось. Было возможно проведение стереотоксического чего-терапии, что и было выполнено. И на тот момент в нашем учреждении проходил набор клиническое исследование, пациент по критериям подошёл. С сентября 2015 года проводилась терапия неволумабом. Через 3 месяца был достигнут частичный регресс, выраженный значительно уменьшение образований, который сохранялся с дальнейшим уменьшением образования. Через год отмечалось увеличение образования в левом надпочечнике по сравнению с предыдущими исследованиями в рамках прогрессирования. Однако остальные очаги в лёгком продолжали уменьшаться или были стабильными. Картина в головном мозге была стабильна. И учитывая отсутствие клинических проявлений заболевания, было принято решение о продолжении терапии. Спектр нежелательных явлений был приемлемый, хотя отмечалась гепатотоксичность третьей степени. Пациент был госпитализирован. Проводилась терапия кортикостероидами по алгоритму купирования нежелательных явлений. В течение недели нежелательное явление было купировано. Пациент продолжил лечение. При контрольном обследовании в декабре 2016 года, это 15 месяцев от начала терапии неволумабом, отмечалось появление нового очага в верхней доле без клинических проявлений. Однако образование контрольное в левом напочечнике уменьшалось, и остальные очаги также уменьшались. И было принято решение о том, что продолжение терапии неволумабом может быть полезным для данного пациента. получено разрешение от компании, которая предоставляла препарат в рамках клинического исследования. И по данным последнего контрольного обследования от апреля 2017 года проведено уже 36 введений препарата. Отмечается дальнейший регресс опухоли, выраженный. Очаги в легком, в легком, в левом, также продолжают уменьшаться в рамках частичного регресса. Проявление нежелательных явлений не отмечено. Поэтому вполне оправданным было решение о продолжении терапии неволумабом. В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время очень много работ ведется в рамках поиска предиктивных факторов терапии чекпоинт-ингибиторами. Последняя публикация, одна из последних, 2017 года, авторы выявили ряд предиктивных факторов, которые включали в себя женский пол, возраст до 65 лет, предшествующую терапию и примамабом, высокий уровень ЛДГ, метастатическое поражение в печени. Каждая из этих факторов соответствовала определенное количество баллов, и авторы предложили в соответствии от сочетания предиктивных факторов у пациента по сумме определять корреляцию между суммой баллов и объективным ответом. Чем выше была сумма баллов, тем ниже отмечался объективный ответ. Хотелось бы акцентировать внимание, что сейчас очень много работ ведется в данном направлении для выявления именно той группы пациентов, у кого эффект иммунотерапии может возыметь наибольший эффект. Но все эти работы в настоящее время не являются призывом к активному действию в клинической практике, скорее как толчок к дальнейшему размышлению и изучению, как и в рандомизированных исследованиях, так и наблюдению в клинической практике. Поэтому в этом направлении все продолжает двигаться, и мы также будем для себя отмечать некоторые направления и в этой сфере. Спасибо. Спасибо, Екатерина Михайловна. Я хотел бы акцентировать несколько моментов в течение этого пациента. С одной стороны, мы видим пример очень длительной истории заболевания. То есть пациент начал лечиться в 1994 году, и до сих пор он лечится в очень длительном безрецидивный период. С другой стороны, это пример того, как, по сути, наши прогностические факторы, как сказала Екатерина Михайловна, не являются абсолютными, а являются именно предметами для размышления. Потому что, создавая любую прогностическую модель, ее, во-первых, очень сложно валидировать, во-вторых, ее очень сложно проверить, в-третьих, вы можете включить или не включить какие-то факторы. Но общая логика в этих моделях, она всегда одна и та же. У нас, с одной стороны, есть признаки агрессивности течения опухоли, с другой стороны, есть возможности пациента. Здесь мы видим, что опухоль постоянно и хорошо отвечала на лечение. Несмотря на то, что если посчитать по вот этим всем баллам, у него будет 5, по-моему, да? Три балла. Три балла. Я посчитала. Ну, можно больше насчитать. У пациента высокий ЛДГ, у пациента есть метастатическое поражение головного мозга. Четыре балла. Да, и лечение пилюмабом. Два, пять. Но метастатическое поражение головного мозга туда не входило, вот именно статистически достоверное. Да. Ну, другие, да. Но, тем не менее, вопрос в том, нивелируют ли позитивные факторы негативные или нет. Этот вопрос нерешен, и здесь везде надо подходить именно творчески, к сожалению, по-другому никак. Что интересно по поводу этого пациента и на что обращали внимание коллеги, когда мы обсуждали уже этот случай тоже на конференциях, что вот это псевдопрогрессирование на тквощинке, обычно нам рассказывают как, что это вот реакция, иммунная реакция, она вызывает отек, мы видим увеличение на КТ размеров очагов. Так вот, при меланоме бывает вторая история, которую вы все хорошо знаете, это кровоизлияние в опухолевые очаги. Это очень типично и для головного мозга, где могут быть проблемы, являются именно кровоизлияние, которое выглядит как увеличение. И здесь, вероятно, имела похожая ситуация в надпочечнике, потому что в меланоме может вообще не быть сосудов, там сосуды, представленные лаконами, высланными опухолями между клетками. Поэтому вот когда происходит вот такое, ввиду обильного некроза изменения, мы можем увеличить увеличение размеров опухоли, за которым следует вот такой вот драматический регресс. Поэтому надо обязательно ориентироваться на общее состояние пациента. Единственное расстройство пациента было связано с увеличением и формально признаками прогрессирования по системе рецист было то, что он взял, прочитал компьютерную томографию и увидел, что у него все плохо. А все, в остальном он работает, он ездит на конференции, у нас не всегда введение удается получить, потому что ему по работе в командировку надо съездить. Поэтому на это надо обращать внимание. Как правило, такие вот псевдопрогрессирования не сопровождаются после увеличения клинических симптомов. И когда иммунная система работает, все-таки симптоматический эффект, он держится, он остается. И это как бы один из таких признаков. Поэтому во всех этих системах ERRC мы можем про них рассуждать, но только когда у пациента нет клинических признаков ухудшения и он продолжает чувствовать себя хорошо, несмотря на то, что мы видим радиологически. Поэтому это все время надо учитывать. Так, Алексей Викторович, а сколько мы долго будем его лечить? По поводу... Да, 36 дней, не можем. Ну, как говорится, тут есть три ответа на этот вопрос. Официально по регистрации срок лечения не ограничен. Дальше мы плавно переходим к тому, сколько кто лечился. Во всех исследованиях, которые делались, срок лечения ограничился двумя годами. Все эти результаты получены при окончании лечения после двух лет. Принудительно. У него скоро подойдет этот срок, он начал лечиться в сентябре, соответственно, ему осталось пролечиться где-то 4 месяца. Вопрос в другом. То, что показывала Анна Игоревна, что многие пациенты, которые по разным причинам сошли с исследования, у них нет прогрессирования. Фактически из тех данных, из 46 пациентов, у двоих было прогрессирование при наблюдении длительности в один год, а у остальных прогрессирования не было. Все эффекты сохранялись. Они могут дальше развиваться. На примере эпилема мы знаем, что может быть достаточно ограниченного количества введений, потому что это та же самая монотерапия. На примере интерлекина-2 мы знаем, что может быть достаточно ограниченного количества введений. Там тоже примерно 2-3 месяца терапии, и потом эффект держится десятилетиями. Поэтому вопрос очень спорный. Да, сейчас планируются исследования, которые будут решать вопрос, стоит ли не стоит останавливаться, например, после полного регресса. Многие коллеги подходят тоже весьма творчески. Я вот знаю подход западных коллег. Там тоже все упирается в деньги и в систему финансирования страховки. Поскольку из-за особенностей страхования затаблетированные препараты платят где-то государство, клиника этому не имеет отношения, а вот за внутривенные препараты надо вводить и платит клиника, то тут уже начинаются такие вариации. Например, есть подход такой, что делают 6 месяцев лечения педиадинными гибиторами, и потом при отсутствии прогрессирования переходят на наблюдение. Но это нестандартный подход. Это с пациентами можно обсуждать, но у нас нет доказательной базы, к сожалению, по таким делам. Тем не менее, это одно из мнений коллег, и, скорее всего, конечно, лечение должно быть конечным. Оно не может быть бесконечным, потому что не факт, что в тех очагах, которые, например, у этого пациента остались, не факт, что там есть опухолевые клетки вообще. А уменьшение размеров очагов, как тот же рубец, это может происходить очень долго, это может происходить медленно, это может не уйти совсем, но при этом есть ли субстрат уже. По поводу очагов. Недавно вот была конференция, не знаю, были ли вы на ней про меланома, то, что проводил Лев Фадимович. И был клинический случай, Харкевич Галина Юрьевна представляла его. У пациентки, которая лечилась тоже длительное время, иммунотерапия, очаги визуальные оставались, но когда иссякли одно из образований, то опухолевых клеток не выявлено было. А внешне это выглядело действительно как очаги метастатические меланомы. Поэтому действительно, вот какой здесь ответ, что в очагах находится, здесь трудно лишь что-либо сказать. А ЛДГ нормализовался на фоне лечения у этого пациента, Да. Во время, через два месяца после начала терапии неволюмаба, ЛДГ пришло в норму, отмечалось увеличение, но когда отмечались явления гептотоксичности, тогда отмечалось повышение уровня ЛДГ до 350. И у этого же пациента, надо сказать, да, у него лечение начиналось не всё благополучно, потому что после одного введения у него был гипертонический криз, он попал в стационар с гипертоническим кризом, и вот как раз увеличение, уменьшение ЛДГ нормализации было на фоне одного введения неволюмаба. Мы его продолжили лечить, где-то примерно через месяц после выписки уже с гипертоническим кризом, то есть одно другого в принципе никак не исключают. Тем не менее, всё удачно завершилось, мы продолжили. Гептотоксичность, да, третья степень, которая достаточно быстро и хорошо контролировалась, то есть, да, у него были ему напосредственно нежелательные явления, они очень хорошо уходили на фоне лечения, он своевременно обращался, он очень дисциплинировал пациент, поэтому, как бы, тех вот страшных историй, которые были до этого с утра, у него не случилось, и всё благополучно, да, и всё благополучно, в общем, заканчивалось. Я ещё хотела обратить внимание, уважаемые коллеги, наверное, в первый раз мы встречаемся со случаями, когда не редуцируются дозы. Заметили? Дозы не редуцируются, они также остаются, да, 2-3 миллиграмма на килограмм веса. Вот. В некоторых случаях оговорена сразу доза препаратом при 200 миллиграмм, но у нас в Российской Федерации зарегистрированы препараты, что и пелеммаб, и ниволумаб, и пембролизумаб с определённой дозой на килограмм веса. То есть, мы её высчитываем, и доза при достижении какого-то нежелательного явления при третьей степени не редуцируются, повторяю ещё раз, используются глюкокротикоиды, а дозой, если мы лечим пациента, той же дозой мы лечим. Так что вот запомните, пожалуйста. Спасибо. Есть ли вопросы к Екатерине Михайловне? Может, ещё? Что-то какие-то вопросы есть, нет? Все устали уже. Спасибо. 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 Спасибо.